Музыка Такие таблички стали совсем недавно размещать по Омской области, обозначая главные достопримечательности нашего региона. Этот стоит возле Муромцевского тракта на повороте на Олимпийскую деревню. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы отправляемся на берег Драверта. Поехали! Что из себя представляет эта достопримечательность, расскажем и покажем чуть позже. Но сначала о дороге. Самый простой способ добраться до берега Драверта – записаться на экскурсию в туристической компании «Увлеченный я». Стоить это будет 1300 рублей. Но если вы решили добираться своим ходом, лучше всего вооружиться навигатором или космическими снимками этой территории. Координаты места сейчас на ваших экранах. Когда вы свернете с Муромцевской трассы, нужно держать курс на село Октябрьское, а потом на одном из перекрестков свернуть в сторону села Лежанка. Возле Лежанки можно встретить еще один указатель. Этот пейзаж также укажет, что вы на правильном пути. Все, приехали. Дальше не проедешь даже на полноприводном внедорожнике. Потому что лес, овраги и прочие прелести природы. Так что будем идти пешком. Овраги и прочие прелести природы. Возьмите. 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 Улетело. Густые ягодки. Судя по всему приезжать сюда в июне большой плюс, потому что много земляники Но в то же время очень много комаров, а я не взял никакое средство от них Поэтому может быть лучше приезжать в августе, когда комаров будет поменьше Возможно, кровососы специально пасутся на земляничных полянках, чтобы подлавливать туристов и местных жителей, когда руки у них заняты ягодой Так всегда, пока ведущий в кадре работает, режиссер в это время ворует у него ягоды Майор! Все, надо идти Уже отсюда открывается отличный вид, прекрасный пейзаж Для Омской области он, конечно, редкий, но все-таки где-то встречается И говорю я сейчас не про парня в синей куртке Кстати, это наш проводник Привет, Егор! Извини, что задержались, просто ягодная поляна, не смогли пройти мимо Вниз, да, сейчас? Да Чтобы добраться до места, нужно преодолеть два достаточно глубоких оврага, перейти ручей, заползти в гору и пересечь распаханное поле Расстояние всего в километр на пересеченной местности превращается в серьезное испытание на выносливость Без репеллентов тут точно никуда Иначе вас сожрут Обязательно берите что-нибудь, какую-нибудь брызгалку, крем и так далее Чтобы пройти этими тропами наверняка нужна какая-то минимальная физическая подготовка Хотя бы, чтобы ноги шли нормально Ух ты! На этом вроде полоса препятствий заканчивается и комары тужат Дальше, наверное, будет легче Мы приехали на берег Черского Это геологический памятник природы, названный в честь русского географа и геолога Ивана Дементьевича Черского Впервые описавшего отложение этого берега в 1867 году Насколько я узнала из интернета, эта стенла посвящена как раз-таки Ивану Дементьевичу Обратите внимание, что здесь есть название Берег Черского Табличка Смотрим дальше Больше на этой бетонной конструкции ничего нет Так что, в общем-то, если вы не почитали ничего про этот берег То можно воспользоваться, например, телефоном и интернетом И прямо здесь узнать кое-какую интересную информацию об археологии, об этом береге Ну, конечно же, хочется, наконец, пойти и посмотреть на этот вид А здесь очень высоко! У-ху! И я думаю, что близко подходить к краю довольно опасно Особенно сейчас, зимой Скользкая трава из-за снега Ну что, сделаю первую фотографию Берега Ну и Себя на фоне Этот обрыв можно назвать архивом, который хранит в себе историю климата и секреты геологических превращений прошлых эпох южной части Омского прииртышья Вот такой вот непривычный для обывателя памятник, созданный природой Выглядит он, как возвышенное наслоение горных пород, где каждый слой – послание из древних времен Это место, конечно, интересно и в палеонтологическом плане, потому что здесь можно найти останки древних животных Но здесь мы можем видеть вот замечательный остров Кстати, эти острова, они не стоят на месте, так скажем Они постоянно перемещаются, потому что течением со стороны, с одной стороны смывает берег И если понаблюдать за жизнью этого острова, в течение там нескольких лет, можно увидеть, как он перемещается по руслу Иртыша То есть он как будто плывет по реке Ближе к острову и ориентируйтесь примерно вот на эту недостроенную беседку И тогда вы окажетесь рядом с вот этим местом, по которому более-менее безопасно можно спуститься к Иртышу Это примерно в двух километрах от того места, где мы оставили автомобиль Ну что, пробуем? И держим тебя руками Ой, а спуск и такой уж и пологий Не торопитесь И очень скользко Очень Похоже, конечно, на зимнюю горку Только отбить можно себе кое-что Если присесть Неожиданная скорость получается Я даже ступеньки нашла Вот сейчас как человек Фух Я бы даже назвала это неким аттракционом Главное, чтобы он не продолжился, потому что подошва скользкая Так и хочется сложиться вчетверо Ну, наконец-то Я могу подойти к воде Ура! Вовремя затормозила Ягода-малина Нас к себе манила Ягода-земляника До берега драверта Дойти не дала Все, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Раньше была Плошная равнина Потом, видимо, появился ручей И он начал-начал размывать Вот за много тысяч лет Вот такую долину он все пробил Метров и так 20, наверное, высотой, да? Ну, прям где-то так Вообще по пути в этом мини-походе встречается много живописных мест Поэтому есть смысл взять с собой хороший зеркальный фотоаппарат Или друга с хорошим фотоаппаратом Хотя все-таки это не самая важная вещь в поездке Не забудьте взять с собой дождевик Мало ли, вдруг погода подведет Мы вот взяли один комплект на двоих В итоге куртка ушла на камеру А мне пришлось укрываться штанами Думаю, скоро все закончится Вроде дождик закончился, можно идти дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Две тысячи, вроде последний Нет, не последний Все-таки, как выяснилось, препятствия и комары будут сопровождать нас до самого места назначения И сколько еще таких вниз, сверху Последний Последний Отлично Тут надо быть поостороже Веревкой не будем связываться? Нет, здесь нет Как альпинисты Главное смотреть под ноги На деревья лучше не наступать, сказал Егор Ты был прав, всегда верьте проводнику Егор, мне кажется, мы назад идем Нет, нет, нам сюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столбик термометра Я еще не опустился ниже минус десяти Но чувствуется, что очень и очень холодно Дует сильный ветер И поэтому ощущения довольно неприятные Все-таки, наверное, летом сюда приехать будет более комфортно Но, несмотря на то, что в уши задувает Слышится шум, как будто бы море от РТШ Ну, видимо, такая здесь есть специфическая акустика Кстати, также я слышу периодически, пока мы здесь находимся Еще и звуки залпов от танков Потому как здесь недалеко находится и танковое училище Ну, вот такие вот необычности Ничего, в походе по Алтайским горам было тяжелее О! Это вот оно самое, да? Да, это вон Край, наверное, лучше близко не подходить, потому что Да, потому что он в любой момент Берег может обвалиться Наконец-то мы добрались до главной достопримечательности берега Драверта Огромного оврага Вот тут-то и начинается самое интересное Это только самое начало обрыва И здесь не глубоко, там дальше будет еще глубже Вообще, правый берег Иртыша богат на яры, овраги и другие ландшафтные прелести Но, тем не менее, обнажение на берегу Драверта уникально Дело в том, что обычно из-за схода весенних вод часть мягких пород смывается В нашем случае в сторону русла Иртыша Потом края получившегося углубления обваливаются и получается овраг Но в случае с этим обнажением обрушение краев не произошло Благодаря чему овраг стал похож на какое-нибудь горное ущелье Слушай, Егор, ну можно же как-то другим маршрутом сюда добраться? Более легким, что ли, или близким? Ну, нельзя сказать, что более легким или более близким Чисто теоретически можно из крутой горки дойти сюда пешком по пойме Иртыша Просто сейчас в связи с очень высоким половодием Вся пойма затоплена и там обилие комаров и вода стоит То есть это можно сделать только, наверное, в начале августа Ну по берегу прям пройти, да? Да, по берегу Там будет песок В общем, можно устроить из экскурсии на берег Драйверта целое приключение Но, видимо, самый простой способ добраться прямо до места – приплыть из города на катере Труды Ивана Дементьевича Черского, именем которого назван памятник природы в Омской области, посвящены исследованию Сибири Фактически самоучка в географическом деле и военный по образованию, он сделал немало научных открытий Его первый научный труд называется «Очерк геологического строения окрестностей Омска» Любопытно, что берегу Черского присваивали статус памятника дважды – впервые в 1979 году Спустя 15 лет его сняли И лишь старания русского географического общества и российского геологического общества помогли исправить ситуацию В 2012 году этому замечательному месту берегу Черского снова был присвоен статус памятника И тогда сюда стали приезжать волонтеры – собирать кучи мусора Говорят, его здесь было необъятное количество Правда, особо ничего не меняется Как видите, здесь работа найдется не только мне, но и каждому телезрителю Даже не знаю, зачем вас сюда пригласить То ли отдохнуть, то ли порядок навести Ничего себе О, по-моему Нет, получилось Ну вот Как-то так А, ну вот еще В общем, одними руками не унесешь Эхэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чуть-чуть конечно есть смысл спуститься вниз и послушать какое эхо там но это чуть позже а пока предлагаю полюбоваться отличным видом который открывается на пойму иртыша с высокого берега не только сам вот этот берег который мы видим только называется берегом драйвер то есть ближайшая территория где площадь 75 гектаров также носит это название петр людовикович драйвер ученый родом из кирова большую часть своей жизни провел в нашем регионе преподавал в нескольких вузах и заведовал краеведческим музеем внес большой вклад в развитие и изучение полезных ископаемых омского региона очень много знал и любил наш край и как раз он же и первым открыл это место где периодически можно найти останки там мамонтов древних лошадей то есть здесь очень это место интересно с точки зрения геологии здесь прекрасные как раз срезы пород по которым очень достаточно легко изучать историю земли ну что ж если легко надо лезть изучать иначе зачем мы сюда приехали если вы не научный работник это не значит что на берегу черского вы можете только лишь любоваться живописными видами вы обязаны принять участие в палеонтологических раскопках просто идешь и начинаешь искать ну что-нибудь ну вот например ну правда ведь это же моллюск бывший ракушка между прочим древняя карман тебя и таких здесь много вот еще одна разбитая правда такую не хочу вот накопаю себе на бусы о еще одна и представляете у меня будет ожерелье которому 10 тысяч лет круто давай алена ищи себе украшение от меня не спрячешься есть у меня такое смешное чувство что от меня отвернулась у дачи одни листья и трава ну ракушки где вы наверное что-то я не так делаю может быть подуть надо ну вот видите сработала еще одна теперь уже можно подсчитать свое богатство 1 2 3 4 5 6 ну вот изрядно покопавшись в земле и капитально испачкав свои кожные перчатки в глине я имею вот такой вот результат представляете стою на берегу иртыша на дне древнего озера а это все берег черского какая примерно глубина вот в этом месте вообще весь овраг мы замеряли вот самой вершины но и его устья где-то высотой с 9-этажный дом то есть порядка 28 метров здесь надо где-то наверное уже этаж четвертый там где мы стоим дальше глубже геолог может прочесть этот овраг и вообще то что есть на берегу иртыша для него как это а как азбука вообще до детской как азбука но как открытая книга вообще берег драйвер то как разными тем что его отложение неогеново-палеогеново возраста то есть это вот примерно от 8 до 24 миллионов лет назад читаются эталоны по ним можно сказать что здесь раньше было море в некоторых слоях можно найти такие светлые кристаллики которые похожи на соль но на самом деле это гипс конечно человек далекий от геологии вряд ли сможет читать историю по этим срезам пород но даже если вы соберетесь ехать на берег драйвер то без экскурсовода поездка получится не менее интересной главное соблюдать элементарные правила безопасности по поводу опасности вообще тут есть такие карнизы сверху я вижу земля надвисает прямо не могут свалиться на голову нам прямо через минут пять например ли секунд 5 нет они конечно не свалятся просто здесь желательно не находиться после дождей и ранней весной потому что как раз вот эти все обвалы происходят вообще если идти сюда группы то как бы может не казалось смешно но желательно иметь головной борт типа касок потому что все равно можно и такого песка сверху насыпать друг другу что потом мало не покажет приезжать на берег драйвер то нужно как минимум вдвоем когда один человек спускается во враг второму лучше быть наверху как в целях безопасности так и для того чтобы в масштабе дать ощутить своему товарищу величину этого геологического явления территория памятника относится красивейшим местам в окрестностях города потрясающая панорама берега иртыша когда видишь все это возникает иллюзия горного пейзажа различные геологические образования и наслоение дают простор для воображения можно пофантазировать и увидеть силуэты животных так что играть в игру на что похоже можно не только с облаками мы с вами направляемся в цирк но билеты туда покупать не нужно вход свободный потому что цирк необычный оползневый термин геоморфологический и означает круглую чашу из почвы которая сползает вниз с берега так на арене выступает алёна зарина всего же памятник составляет по площади около 10 гектаров а шириной берег около 50 метров здесь можно не только заглянуть в толщи пород сформировавшихся тысячелетия назад но и самим отследить изменения если приезжать сюда регулярно так и хочется сказать что местным дачникам повезло ведь их домики расположены прямо на этом высоком берегу но и нам гостям тоже неплохо никогда не ела барбарис зимой еще и в таком количестве ворованный наверное витаминов больше что ли вкус даже не пойму немножко горьковатый что ли и рот сводит а мне нравится ажур здесь есть ранитки и ну я просто птичка все равно же пропадут мягким не на самом деле очень заводит остановиться невозможно чужие яблоки есть можно и одна поем ну пожалуйста если вам повезет то вы можете привезти домой с берега драйвер то какой-нибудь сувенир но например окаменевший отпечаток древнего растения только искать возможно придется долго ух тяжелый слушай ну а здесь вот эти вот полоски это чё это это просто текучие воды ладно значит мне не повезло буду искать дальше ага не повезло ты видишь эти блестки может быть здесь можно золото вымывать нет золото добывают как раз в горных регионах а здесь это как раз частички того гипса наверное значит омск второй калифорнии не станет да когда-нибудь может станет столицы эти мира тоже неплохо бабочки кругом почему-то не облюбовали это место золото может добывать здесь и не получится а вот использовать этот овраг в качестве декорации для фильма клипа или ролика можно но только очень осторожно чтобы не нарушить природную красоту берега драйвер то у меня это место вызывает стойкие ассоциации с каким-нибудь голливудским вестерном ну овраги те же самые что каньоны где-нибудь как раз в калифорнии где была золотая лихорадка индейцы и ковбои перестрелки и так далее думаю самое подходящее место для того чтобы сделать селфи и так голливудская улыбочка еще парочку мода на селфи дошла уже и до лягушек одна из них припрыгала чтобы сфотографироваться с нашей съемочной группой если у вас есть оригинальные фото на фоне достопримечательностей омской области выкладывать их нашу группу вконтакте и получите возможность выиграть айфон а посему предлагаю прямо сейчас отправиться на берег чирского за новым фотоснимком который может стать самым лучшим на этой неделе и привести вас к заветному призу наша прогулка заканчивается а вместе с нею и берег чирского как это спросите вы а все потому что здесь стоит вот этот вот забор а за ним табличка проходить туда запрещено дело в том что там находится полигон танкового института ну что ж я все равно чуть-чуть загляну в опасную зону но так адреналинчик приятно же и еще адреналинчик с вами получим тем что еще раз посмотрим с этого высокого берега берега чирского силы уже на исходе ноги отваливается я думаю самое время перекусить тем более место красивое можно насладиться красотами здесь практически на каждом шагу отличные места для пикника в общем если у вас есть возможность выбраться на денек из города нужно обязательно сюда приехать на мой взгляд берег драйвер то один из обязательных для посещения уникальных уголков омской области мне не нравится . похоже бутерброд придется доедать уже в машине и 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